Я реально не знаю, что мне сделать, чтобы стать программистом. Python, Java, JS. Даю гайд. Здравствуйте, ребята. Многие из вас уперлись и задавались от себя такие вопросы. А что делать, чтобы стать программистом? А то ли я делаю, чтобы стать программистом? Я не знаю, что мне сделать, чтобы стать программистом. Проходили курсы по материалу, который давали в курсах, в надежде, что там скажут, и вы узнаете. Но был урок за уроком и путаница. Настал момент истины. Примерно происходит одинаково. Задал вопрос преподавателю. Должен ли я по происшествии сколько-то месяцев уметь что-то писать самолично? На что, конечно, получаете ответ, можешь и должен. После чего, все, энтузиазма нет. Я задам два вопроса. Первый. Что ты делал? Скорее всего, ты копировал чей-то код, вставлял, что-то работало. Почему работало? Это главное, что работало. Может, пришло время поставить правильный вопрос. Наверное, ты лично должен знать, как стать программистом. Без этого то не получится. Если будет интересно, вот за день, да, 25 человек понравилось. Еще один гайд, как устроится Сбер или другой банк. За минуту тест, и ты будешь знать, устроишься или нет. И что делать. Я расскажу, что делаю я со своими учениками. Первое. Надо поставить правильные цели. Ты ставил цели? Чтение кода, чтение документации и написание собственного кода. Если нет, можешь записать эти пункты. Они правильные. Доказательства. Любая библиотека имеет две вещи. Исходный код, документацию. Это и есть твоя работа. Наверное, было так. Когда ты слушал курсы, проходил уроки, то ждал-ждал момент, когда, когда, когда пробьет. Что должно пробить? Это тебе надо знать. Это не им. Они этого, возможно, сами не знают. Другое дело, читают по конспектам. В этом нет, ни плохо, ни хорошо. Есть просто материал, который надо прочитать. Второй шаг гайда. Вот это давай попробуем заменить на вот это. Секунду. Четыре конструкции. У тебя только что появилась вообще первая реальная цель. Что оказывается, в языке можно учить что-то меньше. Доказательства. Посмотри любой файл, кроме этого там ничего не найдешь. Все остальное логически, работает одинаково для всех языкового программирования и для всех конструкций. СПБ-телетут. Индивидуально. Купить индивидуально. Зачем ты приходишь ко мне? Убрал личное? Просто почитайте. Люди разные. Каждый из них человечище. У каждого есть свои цели, планы, желания. Пункт 3 гайда. Эти люди есть с нуля. Есть действующие программисты. Программисты приходят за методом. С нуля приходят понять, что мне делать. Если я им дам все одинаково, никто из них писать не будет. Следующий пункт гайда. Проверка знаний. Только когда мы получаем с вами совместно реальный средств знаний, мы можем рассчитывать на результат. При этом вы должны четко понимать, что вам надо сделать. Я настраиваю написать 7000. Струк кода ответит примерно на 400 вопросов. В любом случае, проверка знаний – это важный шаг, чтобы подойти индивидуально. В зависимости от того, что человек написал о себе, опыт и что хочет, я даю совершенно разные задания. Все задания даются в ключе, чтобы выяснить уровень знаний на данный момент относительно исходного кода, относительно документации. Только этих двух вещей. Чтобы мне добиться, чтобы человек начал читать исходный код, я подготавливаю человека, что 300-400 вопросов, 400 и больше, скорее всего, и 7000 строк, и мы будем разбирать вот эти вещи. В каком смысле разбирать? Мы поймем, что вот это, вот это, вот это, вот это работают по одному и тому же закону, по одним и тем же принципам, всеподобности во всех языках программирования. Сейчас увидим на примере. В одном случае, когда я увидел, согласно замасленному заданию, что человек путается с кодом только общее, мы начали с функций. Потому что я также увидел, что немножко он знает типы, и типы я не давал. Потому что я их дам ему конкретно, когда он будет проходить классы. Это раскроется. Но я даю здание таким образом, чтобы он их затрагивал. А вот этому парню, который уже пишет, пишет довольно уверенно. Он действительно хороший, добротный программист. Просто ему нужен метод. Я ему задавал дополнительные вопросы. Вот перед вами, считайте, ученики 10 класса, вам надо объяснить, в чем суть и заинтересовать их. Java, JS, Python. Расскажите так, чтобы они поняли. Неплохо получилось. Но Java было уверенно. Python меньше. JS еще меньше. Проблема. Сначала я должен добиться от него понимания объекта, и с первым и вторым человеком понимания объекта. Вы не забыли, что первый программист, второй, знает Python немножко и пришел учиться. Но не является действующим программистом. Мне надо выполнить две задачи для того, чтобы получить чтение кода. То есть, соотнести по времени, в начало, в середину, в конец, когда он будет понимать объект. На каком уровне он должен его понимать. Я привожу этот пример. Велосипед. Формулировка велосипеда, то же самое формулировка объекта, все объект, ни к чему нас не ведет. Здесь надо сесть на велосипед, крутить педали. Я должен... Он знает в жизни, что делать. То же самое он должен знать в языке. Есть три вещи. Я их не назову. Покажу, где посмотреть. Есть три вещи, которые определяют объект во всех этих языках. Если посмотреть стороны C++. Он будет одинаковый. Это все подобные языки. Java, JS, Python. Это только один фрагмент. У человека, который программист, у него все прекрасно с кодированием. У него есть 12 тысяч челчок на Java разработки. И что тормозит к другим языкам. У человека, который только пришел, я через 50 вопросов где-то, это где-то больше двух месяцев, поставил вопрос объекта. Это можно посмотреть здесь. В описании. Посмотрите. Даю гайд, кстати, второй. Как устроится Сбер или другой банк. Смотрите, за сутки 25 человек подравилось. Минута времени, и вы четко понимаете, что надо сделать для того, чтобы стать программистом. Сразу тест. Тест сразу. И там есть в описании ссылочка. Вот про объект. Как раз если кому-то будет интересно, переходите. И смотрите длинное видео, надо набраться терпения. Но здесь есть описание. Было до. 50 вопросов. Было сейчас. То есть сейчас я добиваюсь от него, что такое объект. В чем разница? Одно дело, мы читаем по порядку. Мы не можем сосредоточиться на главном. Чего мы ожидаем? А тут я говорю ему, я хочу от тебя добиться первого кода с головы через 50 уроков. Но я хочу месяц мы добивались, что такое объект. Пока он не начал развышлять категориями объекта конкретными. Я не называю. Нажимаете индивидуально, нажимаете купить, приходите, все получится. Подвожу итог. Я добиваюсь совершенно конкретных вещей в программировании, потому что я вам ранее сказал, что мне надо добиться, чтобы человек владел вот этими четырьмя конструкциями, но не выучил их, а рассказал мне, в чем, что общее во всех языках программирования, этих общих черты всего две. А разница станет очевидна. Тогда что произойдет на практике? Подходя к любому языку, он будет общее знать. А разница реализации ему будет очевидна по логике. Учить ничего не надо. Но я взял самое простое. Если объект я не ставлю в начало, то есть он его не понимает, то все остальное будет бесполезно. Дальнейшее приведет к той же ситуации, которая у нас была в начале. То есть задаст те же вопросы, чтобы стать программистом. Что делать? То ли я делаю? Вот сейчас то мы делаем. Мы постоянно проверяем на чтении кода. Вот очень частый пример. Вот он к нам в преткновение уже. Создаем объект. Что было произведено? Языком мы говорим «Эй, ты!» Все. Путь закрыт. Можно привести небольшой перечень. Как я с ним буду работать? Как могу? Чем я могу оперировать? Как я могу узнать, чем я оперировать? Что лежит в основе? Все это можно объединить в простую формулировку. Определение. Я должен работать с объектом, как с определением. Что передо мной за объект? Вот в этом видео крутой гайд. И ссылки под ним, когда вы попадаете, оно есть в описании к этому видео, да? Как научиться, научить программиста писать головы. Мне пришлось задать 50 вопросов. А теперь я хочу от него добиться определения. Что за объект? Первое, что мне надо добиться. И я уже добился этого. Чтобы он объединился, эти конструкции в голове. Сделано. Второе. Я добиваюсь понимания объекта. Я не иду подряд. Я буду добиваться месяц, полтора, пока не увижу четкое определение объекта, которое будет приноситься на исходный код. Это определение будет одинаково для всех языков. И будут даже прямые одинаковые слова. Иными словами, я не хочу добиться от него сложного. Я хочу добиться от него, чтобы он увидел то, что на поверхности. Именно за этим вы приходите ко мне. Чтобы понять, что делать в конкретный момент. Куда идти? Что добиться? Каких практических результатов в каждый момент времени? Из этих шагов состоит программирование. Не из чтения подряд, а из конкретного. Решаемые задачи до практических результатов. В каждый конкретный момент времени. В данном случае даже не надо ходить в документацию. Вполне видно метод call. То есть, по названию видно, что этот метод до запуска тока. То есть, это будет класс работать как обычная функция. Иными словами, уже вполне понятно. Если прочитать, то вполне понятно. Можно добавить визжеты, название, в общем, если сходить в документацию, вы увидите все, что есть в приложении. Все просто. Гайд первый вы уже получили, который точно будет разниться с тем, что вы делали ранее. В такой ситуации у вас больше не повторится. Должен ли я, прослушав курс лекций, где в одно ухо влетело, в другое вылетело, чего-то писать? Даже если тебе скажут должен, но ведь ты сам. Мы же тобой люди разумные, понимая, что не должен. По одной простой причине, потому что ты не выделишь, чего ты должен. А когда ты ждал, вот, 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 что вот. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот это одинаковое во всех языках. Надо только посмотреть отсюда. Возьмем практическую часть. В ситуации с программистом, где добротный довольно код Java, мы видим определение. Типичное размышление Java-разработчика. Больше не надо там, да? Этот парень будет мастером. Почему он не обманывает себя? Я посмотрел, мог бы сказать, но я схожу, скажу из исходящих знаний. И сказал вот это. Я вижу, что он делает все действия только в пределах Java, неосознанные. Что мне надо сделать в его случае? Я ставлю объект в первое место. Это мы пропускаем, будем после собирать. И моя задача истинное название объекта, как все языки все подобные, чтобы здесь было три составляющих. И он это нашел в этом, в этом, в этом языке. И сказал, вау, как я этого раньше не видел. Это же просто. Это действительно просто. Вот после этого откроется все остальное. Все остальное. Для этого я должен заострить внимание на определении. Проверить кодик в документации. Убедиться, что он читает. То есть, он уже читает. Не завтра будет читать. Не когда-то это пробьет. А у него есть конкретная задача на конкретный момент времени. Я могу больше рассказать. Приходите. Все увидите на практике. Итак, делаю, подвожу итог. Первое. Мы ставим с человечеством, которое приходит, конкретные цели. Я уже сразу на первом занятии подготавливал и его мысли к тому, чем он будет делать. Я подготавливаю его к объему работы. Когда я дал задание, я могу до двух недель работать. Мне надо определить сильную сторону человека и слабые стороны. По комментариям, описанию кода четко видно, что не так. Предварительно определяем первый шаг, с чего надо начать в конкретном случае. превратить это в конкретную задачу, которую человек может выполнить. Далее все по спирали. Задание, ответ. Когда человек разбирается, дополняю его знания. Посмотрите. выбирайте индивидуальный план. Оплачиваете пишки. Что непонятно, спрашиваете. Что мы делаем? Вырабатываем рабочую систему работы с кодом. Этот вопрос снимается раз и навсегда. Спасибо.